всем привет уже думал что не буду сегодня снимать вообще в ближайшее время но во-первых дождь но он все-таки не каждый день и в гости пришли спину а вернее как с желанием выпить вина а я сходил вместе и мы выбрали вино уже взял известная нам всем бургундская от дуден адена ладога поставляет санкт-петербурге но вообще в россии единственное что отличает предыдущие выпуски это 2020 год вообще 19 был одним из лучших но посмотрим что сейчас 20 нам даст и в каком состоянии сейчас вино потому что честно говоря 20 для этого региона ну рановато в каком бы стиле был не сделан буду открывать теперь красиво у меня с выставки теперь есть нож сомелье нормальный от кастельино дель боско я просто попросил подарить мне нарзанник да и мне его подарили это вот как бы отличие еще раз иностранных выставок от наших не в плане что тебе там не на наших не подарят но они в основном будут маркерованы от поставщика вот а тут как бы от красивого производителя единственно что не совсем мой любимый формат по вот этому по ступенькам но принципе я смотрю что он достаточно популярен до сих пор еще в мире так ну давайте сюда поближе дуден аден это у нас негациант насколько я помню большая линейка вин и в плане того что очень классный у него получается ассортимент и небольшая цена там действительно можно пас попробовать коммуны не самые высокие там естественно есть и живрешен бертен и что не такое а есть какие-нибудь средние типа сантене типа макона живри вот живри от него был просто отличный в какой-то год и я думаю что это будет повторяться там время от времени вот но даже у него растут цены поэтому я считаю что наверное вот бургонь из его ассортимента станет для нас основным вином все по классике у них не меняется этикетка все тот же как это называется герб их красиво оформленный пробка маленькая небольшая миссин буты до нос кавес кавес и все то есть тут вот даже дудена нет по-моему было поинтереснее пробки раньше ну конгломерат обыкновенный нормально ничего страшного в принципе я так понимаю что даже они уже теперь делают это вино как что-то что должно быть выпито достаточно быстро для двадцатого года уже есть какая-то даже как сказать потеря цвета может она изначально была не очень сильная да вот цветовая гамма но вот видно что вино делают готовым она достаточно состарена просто изначально и в принципе даже вот сейчас по ароматике я чувствую что большая нота именно вторичных моментов от выдержки не знаю что здесь дубом скорее всего он должен быть вот потому что нет бывает бургу бургонь без дуба но все-таки мне кажется у таких вот производителей все должно быть по классике оставаться чтоб им оставаться в рамках своего как бы социального или там производственного уровня скажем так то есть вино не выглядит на двадцатый год я бы сказал бы что-то девятнадцатый а может быть даже восемнадцатый но скорее девятнадцатый принципе там год разницы там сильно не влияет но все-таки есть некоторая такая еще цветопередачи и вот ее не назвать яркой но обычно пенуары в таком возрасте бывает поярче ну давайте ну прозрачность средняя даже есть какая-то взмученность легкая но в принципе это нормально ароматика классная можно назвать ее базовый но все-таки что-то здесь есть и кроме базы идет акцент на три ягоды на вишню в каком-то большей части середина клубничная земляничная и земляника уже подразделяется еще на какой-то вариант типа киви или что-то еще такое более экстрактивная из экзотических фруктов но может быть так не сильно очевидная но мне кажется что это немножко похоже на киви хотя общая ароматика не выдает в нем прям очень сумасшедшую кислотность ну и плюс есть тона выдержки это вполне нормально они такие от вот этого киви до каких-то немножечко таких вот вариантах концентрированных типа пыли даже не сказать что он землистый я бы не назвал это подлеском хотя вот ну вот что такое вот игра на эту тему она есть и вот чуть-чуть может быть бензоль насти но она вот только хочется его назвать бензольным бах она пропадает то есть такое игручая вино по ароматике мне очень нравится что она прямо бурлит классно и она вот чувствуется вот двадцатый год в ароматике уже более чувствительным давайте попробуем вкус немного более овощной в этом плане вот эти все ягоды которые были они чуть-чуть подварены кстати барбарис еще чуть-чуть есть и во вкусе он даже есть в оттенках подваренные ягоды причем так подваренные не в не в варенье а в компот и компот такой хорошо сдобренной водой соответственно вот такую стилистику подваренную которая даже вот чуть-чуть вот овощами отдают чем-то таким морковным скажем так и и лучше приохладить вот сейчас теплое вино сейчас я надеюсь она постоит вот сейчас здесь все-таки прохладновато из-за дождя ну из-за дождика моросящего вот чуть-чуть приохладить будет лучше 13 процентов алкоголя здесь по сахару она достаточно сухое и вот как раз таки если бы здесь была бы игра в сахар как там у австрийцев например да или как вообще уже многие этим занимаются здесь можно было бы его лучше сбалансировать но я чувствую что вот холод как раз уберет вот этого легкий негатив но хотят давайте перепробуем не а второй повкуснее поинтереснее нет от этой яркости которую мы ждем от пенуара связанные с кислотностью с одной стороны с другой стороны четко выверенной там нотой на какой-нибудь фрукт здесь фрукты такие вот я даже назвал бы знаете варенье которая чем-то поджаренном либо в блине либо в пироге но в пироге она скорее остается еще вот таким вот сладким да а в блине она прям может вот так вот такого дойти варианта потому что здесь уже чуть-чуть даже есть оттенки типа годжи может быть ну да рябина не доходит но может быть даже шиповника но они в плане того что мину вино разваливается просто вот такая стилистика появилась получилось появился танин в одно втором вкусе и он такой очень приятный он не забирающий а именно дополняющий наконец-то я почувствовал во втором глотке структуру принципе дуден одена часто ругает за то что он ну не доделает вино не доделают в плане того что ему не войти вот в крутых бургундских игроков никогда потому что в части в большей части вин у него вот постоянно какой-то вот не доход до уровня но с другой стороны для общего там до потребления пить вино номер два или номер три это вполне нормально поэтому в принципе я в любом случае советую этот пенуар потому что альбера бешо стало меньше а это вот мне кажется такой номер два после альбера бешо